Здравствуйте! На Первом Матищинском свободный микрофон. Программа для тех, кто столкнулся с проблемой, но как ее решить, не знает. Каждый понедельник с 16 до 17.00 на центральной площади города, недалеко от Театра Фест, вас ждет съемочная группа. Подойдите, расскажите о том, что случилось. Свободный микрофон постарается помочь. Также пишите по адресу микрофонсобаковантовм.ру или звоните по телефону 8 495 786 5404 Надежде Трифоновой. Так на этой неделе из телефонной трубки донеслось. Помогите Тоням. В редакцию телеканала Первый Матищинский звонила владелица участка в СНТ Виктория Жанна. Обычно, рассказала она, весенний паводок не приносил урона грядкам, но в прошлом году вода стояла в огороде весь дачный сезон. И вот снова не ручьи, а речки устремились в сторону СНТ Виктория, пожаловалась наша телезрительница. Что ж, съемочная группа свободного микрофона поможет отстоять урожай, но сначала отправимся на разведку. Это ваш дом, да? Это наш дом. Вот вы сейчас увидите это самое. Вот сейчас просто подмерзло. А как вы сейчас увидите? Видите, что уже начинается? Ага. Вот. Все вот это самое. Ходить по дорожкам уже нельзя. Видите как? Этого специально сделали, да, в мосточке? Ходить-то нельзя никак. Вот это вот, это все вода. Сейчас просто с утра подмерзло, да? Да. Это вот ваши розы. Да. Спасибо. Ничего себе. Это вот так вода стояла, да? Да. Да. А соответственно, на уровне и по дому вода вся вот так стоит. В подвале. Да. Членом СНТ Виктория Матищенко Валентина Ивановна стала лет 20 назад. Свой участок она возделывает с любовью. Фруктовые деревья и ягоды для внуков, розовые кусты и цветы для себя. Но в этом году, как и в прошлом, урожая, видимо, не будет. Мы в том году по периметру все прокопали, проложили трубы и вот вывели туда на пруд эту воду. А не справляется просто эта система у нас. Она полна с водой и такой поток, и не справляется. Поэтому все в воде. Похоже, этой весной даже реконструированная в спешном порядке дренажная система не спасет членов СНТ Виктория от подтопления. Смотрите, вот придорожный кювет сзади вас, который наше товарищество разделяет с Осташковским шоссе. Вот это, в принципе, территория агрофирмы Пирогова. Два года уже они не могут откачать вот эту воду. Слив идет, слив с тех полей за Осташковским шоссе. Вся вода приходит сюда и потом уходит на наши участки. Наши участки постоянно затоплены, получается. Члены СНТ Виктории считают, топят их новые соседи. По другую сторону Осташковского шоссе, на поле, там, где раньше скапливалась талая вода, теперь вырос не один жилой комплекс. У нас эти участки уже где-то 19-20 лет. У нас никогда такого не было. Ну как, снег тает, мы все прекрасно понимаем, вода идет. То есть, что-то было нарушено, да, во время строя? Да, именно. Когда построили эти дома, это стало невыносимым. Это просто потоком. У нас все лето река стекла. Все лето у нас участки были сырые. Все лето. Получается, с той стороны нет придорожного кювета, с той стороны Осташковского шоссе. Его нет просто-напросто. Если вы сейчас пойдете с камеры, его нет. Придорожный кювет только здесь. Он постоянно заполняется водой. Эту воду никто не откачивает. Здесь вечное болото с запахом. Съемочная группа «Свободного микрофона» последовала совету Сергея Мясищева и подъехала к новостройкам. Водитель остановил машину там, где заканчивалась придорожная канава. Ой, мамочки! И здесь нам помог легкий морозец. Но на проезжей части, там, где лед уже сломали колеса машин, разлилась внушительная лужа. Приняв поутру прохладный душ, съемочная группа «Свободного микрофона», вопреки расхожему мнению, бодрее не стала. Водичка-то не экологически чистая, жаловались чуть раньше члены Санта-Виктория. У меня у знакомых хотели купить в этом комплексе квартиру. Оказывается, в этом комплексе нет центральной канализации. На данный момент там вывозные очистительные, как сооружение, септик вывозной. Поэтому хорошо, что там еще пока люди не живут. Но там находятся офисы и получается, что вода с тех полей, видно, переполняет этот септик. И все идет, извините, через Осташковское шоссе, через федеральную трассу. Еще вот рентокран, да, они, значит, у них какая-то емкость там, они, значит, свою воду в эту емкость собирают. Там в этой емкости стоит насос, и они этим насосом воду свою выкачивают вот сюда к нам. То есть у нас и с той стороны вода идет, и с этой стороны запах. Самое главное, что канализация. Тем более у нас охранная зона вторая, в которой, извините, нам не разрешают даже взять участки в собственность. Каплю грязи в это болото добавляют и сотрудники автомойки, расположенные аккуратно против СНТ «Виктория», убежден Геннадий Иванович, один из собеседников съемочной группы свободного микрофона. Это грязь вот отсюда вот. Они прямо в тележку грузят, в тележку привозят и выкидывают. Вот эту грязь сюда, да? Да, да. К вам в канаву? Да, да. Я им говорил, что вы творите. Тут же, во-первых, я говорю, что здесь и химикаты, и солярка, и масла. Все, что хочешь, тут весь букет. Вот. Поэтому и бесполезно. Я им говорил, бесполезно. А разумеется, в столь неблагоприятных условиях ждать хорошего урожая не приходится. Но участки Валентины Ивановны теперь не хотят свести не только капризные розовые кусты. В прошлом году здесь погибли груша, яблоня и даже неприхотливая облепиха. Все. Все это у нас погибло с той стороны. И тут были насажены смородины, и смородина вся. А теперь какой-то у вас тут пустырек. Ну, а что делать? Все погибло. Как посадить теперь? Все. Если бы что... Да, вот посмотрите, что делается на огороде вот рядом. А здесь никто этот самый... Смотрите, а там вообще, по-моему... Там все это... Там желтизна полная вообще, полная желтизна. Все в воде. Это все. Подо мной вода. Желто-серые разводы покрыли как подтопленные участки, так и пожарный пруд, который питается талой водой. А когда-то в этом пруду водилась рыба. Сергей Мясищев, председатель Санта-Виктория, вспоминают его коллеги-садоводы, сама лично запустила в него четыре бочонка мальков. Но вот уже пару лет, как сходит последний снег, здесь плавают не лещи, а фекалии. Я просто вчера проезжал по Остасовскому шоссе. Вот там проезжаешь, и все вот эти вот фекалии, которые у них вымыло, но я понимаю, что это они не специально, может быть, в аварийном порядке у них это произошло, то есть вот залило, и все это вылезло. Но нам-то от этого не легче, потому что вода попадает, вся вот эта фекалия попадает, во всем участком текут, попадает в этот пруд, а потом, а это же идет в Пироговское водохранилище, вся вода. Собеседники съемочной группы «Свободного микрофона» не без оснований полагают, что из потерпевших они могут превратиться в виноватых. Поэтому еще в прошлом году попытались пресечь экологическое бедствие. В прошлом году была такая же ситуация, и нас собирали. Управление Бородино было, представитель Питковский, мы с Заной как раз были. Вот собирали нас около офиса Гранеля. Ждали администрацию, представители администрации и представителей Автодора. Но, как оказалось, они проехали мимо. Мы постояли часа полтора и разошлись. Как долго удастся ездить мимо СНТ «Виктория», тем, в чьих силах привлечь к ответственности нарушителей и привести эту территорию в порядок. Осташковское шоссе – трасса федерального значения. Да и разрешение на строительство теперь выдают региональные чиновники. Видимо, слишком высоко для того, чтобы услышать владельцев маленьких наделов земли, расположенных где-то на северо-востоке Подмосковья. Но можно воспользоваться рупором. Таковым должны выступать муниципальные чиновники. Но и в этом случае есть свои тонкости. Помощника следует выбирать осмотрительно. На повестке дня экологический вопрос. Значит, нам в одной из подразделений контрольного управления Мытищинской администрации. Съемочная группа свободного микрофона снова отправляется за город. Но вместе с Сергеем Егоренко – руководителем подразделения экологии, природопользования и агропромышленного комплекса. Здесь близко грунтовые воды. А когда застраивались, каждый кусок земли получил. И тут была яма большая. Ну, даже вопрос не в том, что они свои участки поднимают. Вокруг у них есть эти канавки. И там есть озеро, в которое собирается вода. Она грязная. Для того, чтобы отвезти воду, надо садовому товарищу сначала собраться. И принять меры. То есть сделать дренажную канаву по периметру и кювет вдоль дороги. Вода будет уходить. Ну, а она вот еще вопрос в том, что она грязная, говорят. По грязи – это другой вопрос. Сейчас будем смотреть. А по водоотведению тут ничего не сделать. При планировке, законом прописано, водоотведение земельных участков, они должны были предусмотреть. А когда каждый поднимал, 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 соответственно, в воде деваться некуда стало. Видите, вот здесь вот отсыпано какое участок. Тут вообще было типа прудиков. А сейчас их нет. Вот перепускная труба здесь, наверное, и вот она пошла потихонечку туда. Тут кто-то уже наковырял. То есть здесь все-таки такие признаки, что нарушено, да? Ну, тут, видите, корневая система – это болотная трава, камыш. Я не могу понять, откуда это, с чего. Движения-то нет отсюда. Не уходит вода, да, стоит? Видимо, что стоит. Даже вот этих подтапливает. Мазут – это, да, какой-то разлет. Я вот сейчас вот здесь, в этом балкино возле Валентины. Ты видал, что здесь творится-то? Они уже с этим встречались. Дорога федеральная, и здесь обеспечить должны быть федералы. Сток воды? Да. А что федералы-то говорят? Ну, федералы. Федералами надо еще раз с ними встречаться, разговаривать. А вот что касается грязи, которая в этих стоках, возможно, присутствует, что здесь какая-то будет проверка проведена? Сейчас подумаем, какие меры можно принять. Решать проблему, с которой столкнулись члены СНТ «Виктория», должны представители ни одной инстанции. Надеюсь, под бдительным взором Сергея Егоренко никто из них не проедет мимо. И в скором времени герои сюжета соберут достойный урожай на своих грядках. Тем временем съемочная группа свободного микрофона в очередной раз отправляется на улицу Селезнева. Мы были там не так давно, в феврале, когда о помощи просили пешеходы, уставшие пробираться к станции Танинской по сугробам. Тогда довольно быстро удалось навести порядок. Но месяц спустя вновь тревога. По улице Селезнева не пройти, говорит Матищенко Надежда Алексеевна. Правда, причину она назвала другую. Внимание на экран. Я вот этого не ожидала бы. Надежда Алексеевна, когда приглашала в гости съемочную группу свободного микрофона, предупредила, что к ее дому, не запачкавшись, не подойти. Видно, наша телезрительница поскромничала. Улица Селезнева буквально утонула в грязи. А эта грязь началась вот этой зимой. Когда? Ну, когда они начали делать? В марте, наверное, да? В феврале? В феврале начали работать, да. И вот такая вот... А здесь что прямо ездят? Это самосвалы, да? Самосвалы, трактор, бульдозер, экскаватор, бетономешалка. Все это ездит здесь, да. Почему они работают? Они работают. Строители, что пару месяцев назад вторглись на улицу Селезнева, на живущих за этими заборами мытищенцев внимание едва ли обращают. Ничего личного, просто бизнес. Сэкономил, значит, заработал. Вместо того, чтобы подготовить дорогу к зимним условиям, к весенним, они начали с тяжелой техникой работать здесь. Никакого этого не было подготовлено. Можно было положить плиты, если асфальта нет. А они ничего не сделали. Вот видите, разбили всю дорогу. Мы не можем пройти к быстрому контейнеру. Мы не можем пройти к станции без обуви. Под колесами строительной техники грунтовая дорога мгновенно превратилась в болото. А по весне жижа и вовсе вышла из берегов, затопив пешеходную дорожку. Просто ужас. Что ж, пора жителям этих домов напомнить строителям о себе. А вы куда-то обращались, чтобы дорогу восстановили, чтобы сходить нужно было? Ну, конечно, обращались. Соседка у нас обращалась куда? Звонила Татьяна, писала в администрацию. В администрацию, да? А кому конкретно, мы не знаем, к кому она обращалась. И ответа никакого не получили. Нет, нет. Ну, мужчина едет и ругается. Она еще как-то не растаяла дорога. А когда растает, ты в машину не заедешь. Ну да, там лед чувствуется. Да, она еще не сильно растаяла. Костя, ты сейчас упадешь в лужу, так что... Боже, боже мой. На встречу съемочной группе свободного микрофона уже спешит мужчина в форменной куртке. А что ж дорогу-то так разбили? Это же не мы разбили, это вообще природа разбивает. Природа разбила? Да, здесь же никто ничего никогда не делал. Это же здесь не асфальт, не ничего. А вот жители мест... Вы после себя что оставите? А мы сейчас ее и приводим в порядок. Мы начинаем все ямы засыпать с той стороны и обсыпаем. А здесь дорожки начинаем делать деревянные повсюду. Это сделаешь, значит, эти дорожки делали? Это мы и делаем. Это мы и делаем. Это водоканал делал здесь. Это мы и есть. Вы водоканал? Мы сделали сначала это делаем, и дальше проделываем. А здесь водоканал или железная дорога работает? Вообще железная дорога. Но они же относятся, они же делают пути водоканалы, канализацию. А вы водоканал прокладываете, трубы, да, я так понимаю? Да, и трубы, канализацию, все, да. А вы с какой, с той стороны подъезжаете? Сюда ездим. А здесь один заезд только. Один? Да. Ну, местные жители говорят, здесь было, можно проехать. До того, как здесь техника появилась. Ну, смотрите, я здесь тоже, например, три года, хоть я не живу. Давайте к местным жителям подойдем. А вот, пожалуйста, вот. А у вас машина есть? Да, вон стоит. А Олега знаете, Женю знаете, у них тоже машина есть. И они говорят, что всю жизнь мы здесь живем, и всю жизнь эта дорога, потому что асфальта здесь нет. А вот и Женя, который якобы утверждает, что на улице Селезнево грязи всегда по щиколотку. Он направляется к мусорному контейнеру. Там глубоко, видите, вот я уже вляпалась. Они говорят, что каждую весну у вас станут. Нет. Ну, тут ездят две машины, девушка. Откуда будет дорога? Вот когда работы начались, тогда вот это вот все начало, да? Представление, которое разыграл перед съемочной группой свободного микрофона сотрудник водоканала в жилетке с надписью «Ремпуть», на этом не закончилось. Возвращаемся на перекресток и видим. Оперативно, но эффективно ли? Есть еще один, куда более эффективный способ привести улицу Селезнево в порядок. Набрать номер 7-го терротдела Госадомтехнадзора Московской области. Руководителя надзорной инстанции Бориса Бутенко съемочная группа свободного микрофона без обиняков предупредила. Берите с собой резиновые сапоги. Да, ситуация не очень приглядная. Не очень. Где же они могут быть-то? Может, туда проедем, а? Да, Натя, они там. Там, да. Что здесь происходит? Ответьте, пожалуйста. Проводим канализацию и трубопровод через железную дорогу под низом. И в данный момент делаем сваи и забиваем для будущего шумозащитного экрана. Это замечательно. А какую организацию вы представляете? ПМК «Ремпуть». О, ПМК «Ремпуть». Понятно. А вот тот экскаватор, он участвует в работе по забивке сваи. Я так понимаю? Да. А та бетономешалка, которая проехала сюда и будет выезжать отсюда, где она будет выезжать? Будет выезжать по Селезневому. Совершенно правильно. Вот это основной вопрос. Да. В связи с чем мы здесь? Здесь машина выезжает, выносит грязь на дорогу, люди невозможно пройти, а пункт омойки колес у вас нет. Вы почему-то его забыли или не предусмотрели, правильно? Нет, мы смотрели просто у нас. Завезется сегодня или завтра это все будет. А дорогу мы чистим. Вы же видели, мы уже вчера положили там и досточки, вот. И каждый день, три раза в день мы чистим. Но вы вчера положили в связи с визитом первого Матищинского канала? Нет, мы показали, что он уже строили до этого. Уже какой-то сдвиг есть, да? Замечательно. Теперь второй вопрос. С той стороны, со стороны станции Танинская, Таперловская, вы выезжаете тоже, да? Нет. Вы там не выезжаете? То есть выезд только отсюда туда. Но я обращаю ваше внимание, соответствующее уведомление ваше руководство получит, в обязательном порядке, в кратчайшие сроки следует там оборудовать пункт мойки колес. Это прежде всего. С тем, чтобы обеспечить людям нормальный проход. Это первый вопрос. И второй вопрос. Там находится контейнерная площадка. Да. Вы тоже видели. Да, да, да. Но необходимо сделать таким образом, чтобы люди спокойно могли выходить из мусора. Вы видели, что там мусор скапливается возле забора частного дома? Это нарушение. Да, мы его потом забрасываем. Ну, это некрасиво, Павел. Вы согласитесь со мной? Конечно, конечно. Ну и третий вопрос. Скажите мне, пожалуйста, здесь будет проходить, я житель, я интересуюсь. Я понял. Здесь будет проходить шумозащитный экран, так? Вот с этой стороны, с внешней стороны. Какие работы вы будете производить шумозащитного экрана? Никаких. Никаких? Что здесь будет? Я так понимаю, дорога, которая была, только не такая. Которую вы... Которую мы испоганили. И? И приведем в божеский ветер. Ну, вот видите, мы понимаем друг друга практически из полуслова. А складированные там конструкции, что это? Все будет убираться. Вы имеете вот эти вот цены? Совершенно правильно. Это все будет, конечно, убираться и вывозиться. Хорошо. Даже они просто в действии сейчас находятся в работе. Хорошо. Ситуация понятная. Я думаю, мы поняли друг друга. Поэтому, Алексей Владимирович, сейчас выпишет уведомление вам. Вы передадите своему руководству о прибытии в наш адрес. Определились. А скажите, а когда будут закончены эти работы? Честно говоря, не знаю. Я же не исполнитель, но я работник. Вы же пригодитель? В ближайшие сроки, я думаю, 2-3 месяца максимум. И только после этого начнется восстановление, да? Дороги. Да, через 2 месяца, когда основные бетонные работы закончатся и начнется чистый уже монтаж защитных экранов, здесь уже все будет прибрано. Нарушителям придется не только привести в порядок улицу Селезнева, но и заплатить штраф. Его сумма может составить от 20 до 100 тысяч рублей. Все зависит от того, насколько быстро и качественно будет выполнено предписание, выданное инспектором 7-го террадела Госадомтехнадзора Московской области. Вот такой невыгодный бизнес получился. На сегодня все. Прощаемся до понедельника. Съемочная группа свободного микрофона будет ждать вас, неравнодушные мытищенцы, на центральной площади города, недалеко от театра «Фест» с 16 до 17.00. Подходите, задавайте вопросы, постараемся помочь. Также пишите по адресу микрофонсобакован.твм.ру или же звоните по телефону 8-495-786-5404 Надежде Трифоновой. Помните, девиз нашей телекомпании – внимание каждому! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!